Что мне делать, чтобы выстроить отношения с Богом, чтобы я стал верующим человеком? Мотоцикл может послужить тебе духовному росту. По-моему, я что-то не то сказал. Как можно прийти к общению с Богом, не веря в Бога и без Бога? У нас в России все не так. У нас всегда все не так, как надо. И как Спаситель говорит, без меня ничего не можете творить. Хотите, попробуйте, попробуйте. Что творит в мире безбожная власть? Трафик, наркотиков, оружие и эскорт. Ну, девочка. Вот эти европейские ценности, эти европейские ценности были в народе, который жил у края, на окраине России. Это было ценности? Да никогда. То, что происходит на территории специальной военной операции, это испытания. Но испытания показуют нам, какие мы. Кто мы и с кем мы. Понимаете, мы должны человека привести к Богу, а не к себе. Говорит и показывает православие. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у меня в студии дорогие гости. Владыка Марк, митрополит Вятский и Слободской. Здравствуйте, Владыка. Благословите нашу встречу. И уже известный вам хороший мой друг Алексей Вайтс. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. У меня, честно говоря, такое недоумение. Я сегодня вас обоих встретил и думаю, как мне вас представлять. Владыка у нас в такой амуниции, непривычной для правящего архиерея. Но, может быть, даже это и хорошо. Мы с вами совсем недавно, буквально неделю назад, виделись в Великорестском крестном ходе, общались. И вот на тебе, вы оба в Викторинбурге. Какими судьбами? Что вообще вас связывает? Что общего между вами, кроме бороды и амуниции? Ну, кто начнет? Ну, так получилось, что июнь месяц у нас получается Богу. Так. Ну, так получается просто. Это что значит? А это значит, что у нас каждый год возникает какой-то такой духовный жест, которым мы должны отдать пониманию себя в этом мире, пониманию России и пониманию взаимоотношений с Богом. Оно, оказывается, только открывается в движении. И Владыка, он каждый год предлагает очень интересные ходы, которые всегда, во-первых, неожиданно, во-вторых, чрезвычайно наполнены смыслом. Ну, например, два года назад мы в память Александра Невского с иконой Александра Невского, с частицей его мощей прошли от Владивостока до Санкт-Петербурга, от Востока Солнца до Запад, на мотоциклах 13,5 тысяч километров, через всю страну с этой иконой. Слушайте, а вы случайно не на мотоциклах приехали-то? Мы на мотоциклах приехали. Владыка, вы тоже? Нет, ну, конечно, не все. Вы за рулем, вы не пассажир? Нет, я не пассажир. И то, что вот с Александра Невской иконой мы прошли от Востока Солнца до Запад, от Владивостока до Санкт-Петербурга, вообще всякое действие мы стараемся наполнить глубоким смыслом и содержанием, не просто в память о том или ином святом, а приобщиться непосредственно к истории нашего государства. То есть мы говорим, что любое путешествие, оно должно быть образовательное, оно должно формировать человека, не просто читать о своей родине, об истории своего народа, своего государства, а это тактильно ощущать ее. И в путешествии с иконой Александра Невского в год его юбилей 800-летия мы говорили, что то семя, которое он посеял, его предшественники и последователи, позволили создать такую империю, которая простирается не просто от Востока Солнца до Запада, а не только от моря до моря, но создали такое государство, о котором слава шла по всему лицу земли, как о Руси святой. И ведь не наш народ это придумал, это наименование, а соседние народы. То есть это свидетельство того, куда было устремлено государство, куда было устремлено общество и куда был устремлен каждый человек. Да, не с человека, как сказано в Священном Писании, ежа не согрешишь, но мы говорим об устремленности. И приобщение к этой истории, к этому духовному наследию, иметь зримый пример для подражания в своей жизни, мы такие путешествия и предпринимаем. Это был предыдущий год, а в том году, празднуя память и прославление 600-летия преподобного Сергия Радонежского, мы предприняли путешествие по местам, по монастырям, которые основал преподобный Сергий Радонежский, его ученики. А мы сами помним, что митрополит московский Алексий, который был духовным отцом у Дмитрия Радонежского, а потом стал преподобный Сергий Радонежский, это их идея формировать наше государство по образу Божию. И когда они говорили, указуя на икону Святой Троицы, объединяя людей, и этот зримый пример, они говорили, что смотрите, как Бог един в трех лицах, так и наше многокняжеское государство должно быть единым. И опять-таки мы через приобщение к этим знаниям, не просто через чтение книг, а восприятие вот прям вещественным, мы приоречаемся к этой истории, к этой традиции и к этому роду мыслей, формируя себя. Это очень важно – формировать себя. Почему? Потому что в Священном Писании есть очень такие глубокие слова о том, что Дух творит себе форму. И поэтому, чтобы что-то в своей жизни хорошего сделать, не только для себя, но и для будущих поколений, нужно свой Дух и свою душу и свое тело сформировать так, чтобы твоя жизнь, твои поступки, твои действия были угодны Богу. – Владыка, вот я сразу хочу спросить. Вы сказали, что устремленность нашего государства, Отечества нашего и нашего народа к Богу, к Святой Руси – это было. А вот насколько это сохранилось сейчас? – Знаете, несколько лет тому назад, когда на Великой реке совершалась божественная литургия, во время службы у меня такая родилась мысль, пришла мысль. Есть такая картина «Русь уходящая». Но стоя за божественной литургией на Великой реке, я смотря на тех людей, которые туда пришли, я сказал мне, это не «Русь уходящая», а это «Русь святая». Да, там люди стояли не с нимбами, а там стояли люди, которым Бог нужен и которые в своей жизни заповеди Божии не декларируют, а исполняют на своей жизни, в своей жизни. Поэтому ничто, ничего не ушло. Вот у меня был такой пример. Я шел, мне дали в художественном музее экскурсовода, и вот она вела меня по залам, где были расположены иконы, и говорила о том, что вот эта техника уже забыта, эта уже техника утрачена. Ну, здесь меня, конечно, немножко заело, я говорю, хватит мне такие лекции читать. Я говорю, вы знаете, ничто, ничего не забыто. Современная техника позволяет определить состав красок. А вот чтобы так писать, надо так жить. Поэтому, когда люди будут жить по заповедям Божьим, то этот свой опыт они смогут воплотить в форме, в частности, и в иконописании. Владыка, а как вы с Алексеем Евгеньевичем познакомились? Он у вас научил ездить на мотоцикле? Он меня вдохновил, потому что, ну, давайте так скажем, что, да, мотоцикл – это одно из средств передвижения. Не только автомобиль и велосипед. Но если мы разберем это словосочетание и вообще отбросим даже слово передвижение, то останется одно слово – средство. Это средство не только познания окружающего нас мира, не только возможность познакомиться с другими людьми на дальних расстояниях, но это и средство познания себя, потому что, мы говорим, сколько людей живет на земле, но не все же, как говорится, имеют отвагу сесть за руль автомобиля. Это определенный склад характера, и не все, кто имеет права удостоверения водителя, не все могут сесть на мотоцикл. Да, это транспорт повышенной опасности, но в то же время, когда ты… Люди удивлялись, что мотоцикл может послужить тебе духовному росту или духовному развитию. Он говорит, а как это может быть? Ну, когда ты делаешь на этом транспортном средстве, готовясь к поездкам и выполняешь сложные упражнения, то мы начинаем бороться подчас со страхами. Но у страха есть различная природа, и ты это вскрываешь в себе. Есть страх боли, есть страх на уровне подсознания, есть страх некрасиво выглядеть, есть страх, а что люди скажут. Ты в себе эти недостатки вскрываешь, и над ними начинаешь работать. И в то же время это поле для проповеди. Мотоциклисты – это люди с определенным складом характера. И твое слово будет иметь только тогда вес, когда ты будешь из их среды. Это в любой среде, хоть среди военных, хоть среди моряков. Если ты из этой среды, ты имеешь право так говорить. То есть надо все это испытать. – А вот вы, Владыка, вот вы когда почувствовали, что вам хочется за руль мотоцикла? – Ну, это у меня еще было в детстве, но это я смог реализовать только в 2015 году. Так-то у меня права вообще с 17 лет. Но сесть и воплотить это в своей жизни – это же тоже поле миссионерское, как я уже сказал. Вот это не просто интересные поездки и встреча с интересными людьми. Это встреча с самим собой, какой-то есть на самом деле. Ведь совершая длительные перегоны, скажем, у нас вот есть норматив такой, как русская верста, это за 14 часов проехать 1100 километров. Но самое большое, что мне удалось проехать – это за 22 часа проехать 2200 километров. Это с Мурманска до Москвы. То есть ты через испытания вскрываешь свои слабости и свои недостатки, видишь пределы своих возможностей. Это тоже нужно человеку, чтобы он не самообольщался, какой он сильный, какой он мужественный, какой он светлый. Ты видишь пределы своей возможности, чтобы… Это хорошо, чтобы… Это такой тоже духовный опыт, чтобы не впадать в прелесть, в самообольщение. Понятно. Алексей Евгеньевич, но ты-то ведь тоже не с детства на мотоцикле. Ты-то когда начал? С детства. С детства? Я жил в Веннице в детстве. В детстве оно прошло. И вот… Да нет, еще раньше даже. В 4 года. Закончилась Ветнамская война, 69-й год. Мне было 4 года. Папа был таким большим начальником. Мы поднимали… Ну, не мы, а родители поднимали в Артовск тогда. Тогда были везде вагончики, тогда не было еще там города. И отцу срубили из освежованных шпал, без криазота покрытых, скобами такими слепили дом на полозьях и привезли его к лесу. И там стихийно стало образовываться кладбище. И поэтому все мое детство связано именно с кладбищем, с одной стороны, а с другой стороны с мотоциклами. Потому что какой-то из одних осенних дней, такой был морозец, я сидел на ступеньках, и из леса выехали 4 мотоцикла. И вот один, проплывая мимо меня, из последних мотоциклистов, в танковом шлеме, в стеклянных очках, в такой оправе металлической, ну, такие очки сломленные, ну, такие характерные для того времени, повязанный шарф. И у него был усы-борода, и он рукавицей с разделенным пальцем, проплывая мимо меня, сидящего на ступеньках вот у этого дома, он помахал мне рукой. После этого я везде стал рисовать мотоцикл, просто стал рисовать. После чего вот мы попали в Винницу, в Виннице у бабушки, у которой мы там гостевали, у нее за сараем стоял рама мотоцикла БМВ. Ну, без колес он был. И мы что-то там с какими-то мужиками соорудили, соответственно, приделали ему колеса, и поскольку дом стоял на горке, это село Корабеловка было, поскольку дом стоял на горке, мы с размаху оттуда катались. Потом я попал уже во дворец пионеров, и мне сделали предложение, от которого я не мог отказаться. Мы дали два гаечных ключа и сказали, собирай себе двигатель, а двигателя не было. И через год я его когда собрал, это был первый ковровец, сколько радости было у нас. Это сколько тебе было? Ну, сколько там лет, наверное, лет 8 или 9. Да ты что! Да, сколько у нас было радости, когда мы за дворцом пионеров, значит, с толкача услышали вот этот вот первый пчих! То есть, ну, двигатель, ой, это было столько радости! Ну, а потом уже все пошло как по накатанной, потом был мотобол, потом был мотокросс, и, в общем, в 79-м году мне родители купили за 946 рублей 82 копейки мотоцикл Чезету, 350. Ну, это хорошая машина! Ну, за 79-й год, в этом году мне будет 44 года, 8-го августа это произошло. Это водительский стаж, ты имеешь в виду? Ну, в общем-то, да, потому что свой уже был мотоцикл. До этого, конечно, мы там мальчишками гоняли на мотоциклах родители, там Восход 3М был, ковровцы. Ну, вот так вот. Конечно, был у меня период, когда я увлекался государственной, значит, всякой общественной деятельностью, и ездил на заднем сидении автомобиля. Вот, но через какое-то время я уже понял, что нужно возвращаться и, в общем-то... Ну, это, конечно, здорово. Мы с вами вместе, вот я уже говорил, недавно участвовали в Великорецком Крестном Ходе. Недавно мы здесь, в этой студии, записывали видео этому посвященное. Я попытался поделиться своими впечатлениями. Вот мы сидели, я что-то говорил, 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 и потом, когда мы закончили, я говорю, слушай, по-моему, я что-то не то сказал. Я говорю, давай что-нибудь добавим. Ну, он меня уговорил ничего не трогать, а оставить как есть. Вот вчера это вышло у нас на нашем канале, и вроде бы там люди, которые участвовали, или кто не участвовал, восприняли это хорошо, кто-то загорелся желанием на следующий год пойти вместе с нами. И все-таки я чувствую, что я что-то недосказал. Вот мне бы хотелось от вас, от обоих, сегодня услышать то, что вы думаете о том, что такое Крестный Ход вообще, Великорецкий Крестный Ход. Вот вы как церковный иерарх, а ты как православный мирянин. Что это для вас? То, что церковный иерарх, это ничего не значит. Ведь перед Богом всякая душа живится, и перед Богом важно не кто ты, а какой ты. И Крестный Ход – это одно из средств духовного подвижничества, одна из форм духовного подвижничества. Смотрите, ведь в Священном Писании сказано, там, где два или три собравшиеся во имя Моя, то есть посреди их. То есть Бог среди этих людей, которые ради Него собрались, Он пребывает. И поэтому в Крестном Ходе люди с разных уголков, не то что нашей страны, а мира, собираются ради Бога, все вместе, не зная друг друга. Я еще называю, что это самоорганизующаяся масса людей, она собирается и вместе идет. А потом через пять дней также расходится, распространяется, возвращается каждый на свое место жительства. Душа Бога узнает, приобретается опыт и борьбы, приобретается опыт смирения, приобретается опыт воздержания, приобретается опыт помощи незнакомому человеку. Соприкасаясь с Богом, душа Бога узнает. И поэтому люди после Крестного Хода, когда болят ноги, суставы, спина, все болит, в конце Крестного Хода, когда уже служится заключительный молебен благодарственный с Акафистом Николаю Чудотворцу, там стоишь и думаешь, и это все? Это закончилось? Все не муки, а именно это испытание, оно что, закончилось? Нет. И уже в течение года люди ждут опять этой встречи, не только между собой, а именно встречи с Богом. И на протяжении всего года они еще потом с кем познакомились, созваниваются, работают над ошибками, что нужно в следующий раз взять, что не нужно взять, обогащая друг друга знаниями. Это вот так вот о Крестном Ходе. А так многие вещи, ведь ты словами не передашь, что это значит для тебя. Для меня это опыт, для меня это радость общения, общение с Богом и с людьми. Смотрите, как интересно. Бог дает две заповеди, которые объединяют все остальные, как Ветхого Завета, так и Нового Завета. Когда спросили, Господи, как? Говорят, знай одного истинного Бога. Возлюби Бога всем сердцем своим. А вторая заповедь, подобная ей. Возлюби ближнего своего. Смотрите, в рамках этих двух заповедей, чего нет? Нет места для себелюбия. Люби либо Бога, либо ближнего своего, который, как и ты, создан по образу Божию подобия. В этих рамках нет места для эгоизма. То есть, я должен про себя забыть? Вот. Следующий момент. Дениц из-за чего упал? Он на себя посмотрел, на себя любимого. И в крестном ходе ты чувствуешь, когда это нужно, когда от тебя это требуется. Это возможность жертвовать собой ради другого человека. Это возможность исполнения заповедей Божиих, причем в очень сложных условиях. подчас некоторые вещи, они осознаются потом. Но они потом же тебя и питают. Ну, здорово. Алексей Евгеньевич. Он же сказал, что у нас каждый год июнь посвящен Богу. Так получается. Но начинается он всегда с Великорецкого крестного хода. Вот сейчас там очень часто говорят, там дни бегут, годы летят, да, то есть там, и так далее, и так далее. Вот некогда остановиться, говорит, подумать. Здесь вот уникальная такая возможность, и вообще некий парадокс получается. Чтобы остановиться, подумать, надо пойти. Интересная мысль. Да. И вот здесь открывается вот то, что апостол говорит. Сокровенный человек в нетленной красоте кроткого и смиренного духа, что драгоценно перед Богом. И вот эта драгоценность, а что такое драгоценность? Оно происходит от слова ценность и драга, которая моет эту ценность. И чтобы вот с себя это снять, вот эти покровы, а точнее сорвать это все, нужно бросить себя в экстремальный акт. А таким экстремальным актом как раз и является вот этот очень простой, по сути дела, как владыка говорит, способ. Ну, средство. Очень простое средство. Берешь палочку, выручалочку, берешь рюкзачок, нехитрый скарб, и пошел. И вот в этом движении начинается, все останавливается. И ты можешь, если тебе сильно повезет, можешь прикоснуться к безмолвию, к исихии. Потому что она открывается, вот как вот Сергей Харужий, очень точно у него есть такая мысль, что исихия открывается в двух вещах, либо в усердной молитве, либо в экстремальном акте. Вот в момент боевого соприкосновения оказывается, боец не думает головой, не включается сердце. И они-то и раздражаются, когда они попадают в городскую среду и возвращаются с фронта, они раздражаются на этот мир, который им начинает включать голову. А они не хотят этого. Для них уже произошли вот эти вот изменения, когда они были в братстве, когда они были в окопах. Эта окопная культура совершенно другое дает. То же самое, то же самое самочувствие дает и крестный ход. Я возвращаюсь в город, и город начинает мне включать голову. А вот то вот короткое пребывание там, оно начинает тебя питать. Почему? Ну потому что это открытый в сердце вот этот вот сокровенный человек в нетленной красоте, смиренной. Братья, запомните эти слова. Это для нашей с вами жизни в центре очень важно. Да, сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа. «Что драгоценно перед Богом?» Да. У меня есть такой приземленный, приземленный, против. Насчет байки, байкерского движения. Вот у меня, не знаю, сложилось мнение, видимо, из-за культуры, да, вот их все. В кино показывают, везде байкеры, такие суровые, мужчины, ну серьезные, там, не знаю, злые места, не слушают жесткую какую-то музыку. А вы, исключение из правил получается. Ну, смотрите, есть в названии, если байкер, есть мотоциклист, разные слова, соответственно, и смыслы разные. Ну, как субкультура? Нет, субкультура байкерства, она была сподвигнута вот этой вот хипстерской волной американской жизни, и после Вьетнамской войны огромным количеством ветеранов, которые были обижены, и так далее, и так далее. То есть, кроме того, все байкерские субкультуры, они, как правило, все транснациональные клубы, они, как правило, контролируют, они же транснациональные клубы, они, как правило, контролируют трафик наркотиков, оружие, и эскорт, ну, девочек, дорогих. А что это такое? Это ситуационная разведка. Ну, то есть, это вся информация собирается. То есть, это очень серьезно. Почему? Потому что мотоциклетный мир, он большой очень охват делает. Туда входят как уголовники, так и стеблишменты. Высокопоставленные чиновники и вчера освободившиеся ребята в этой субкультуре присутствуют. Но здесь у нас, в России, все не так. У нас всегда все не так, как надо. Здесь интересный момент произошел, потому что Александр Сергеевич Золодостанов, хирург, наш несменный президент, он каким-то своим вот этим вот звериным чутьем, таким тонким чуйкой, он почувствовал, что русскому парню жизненно необходим принцип служения. Надо послужить. И когда он эту тему в начале двухтысячных обозначил и провел параллели между «Ослябь» и «Пересветом», и когда сказал, что братство, то есть это служение себе, то есть мотоклубу, отечеству и Богу. Говорит, да, есть государство, а есть отечество, и мы служим отечеству. Вот это очень тонкое разделение сразу же наполнило ряды, потому что в России тоже было много ветеранов, но видите, у нас иное целеполагание. Если на Западе основа всей западной культуры это исключительность, то основа нашей культуры, русской культуры, это жертвенность. Нас же так самих учили, найди то место, где ты себя должен будешь принести в жертву. То есть нас готовили к служению, и вот эта пассионарная энергия, она, собственно, нашла применение по всему миру. У нас сейчас есть отделение в Австралии, на Филиппинах, в Германии, на Балканах и так далее. По всему миру у нас есть отделение ребят, которые вдруг обнаружили, что им необходимо служение. Почему? Потому что мужчина к 60 годам, мы уже в этом возрасте находимся, если ты будешь без этих принципов, если ты не будешь себя подстегивать и раз в год собираться куда-то в экспедицию, в такую очень серьезным испытанием, вот ты просто как рассохнешься как бочка. То есть рассыпешься весь. Как вот если с кольца с бочки снять, все рассыпется. Но потом мужской коллектив, это же жарнова. Праведники встречаются, там два отца в лесу, в глубоком. Есть такой притч из Патерика. Встречаются двое в лесу. Но если перевести это на байкерский, на мотоциклетный язык, это можно как каламбур просто рассказать. Встречаются два праведника, и один другому задают вопрос, как, говорит, спасаешься, братья? А он, говорит, я сподобился такой любви, такого внутреннего состояния, что у меня звери дикие с рук едят. А он говорит, это невелико. А что велико? Велико пойти в монастырь и с братьей ужиться. Вот ты же когда находишься в мужском коллективе, у тебя постоянно идет такое тонусообразующее состояние, то есть ты все время находишься в тонусе. И кроме того, это же применительно, нужно туда поехать, туда снабдить экспедицию, там собрать гуманитарную помощь, туда ее отвезти, пойти что-то сделать, то есть из себя отдать. Это совершенно другая культура. Признаки те же, да, всадники, да, на конях, да, в кожаных жилетах, а по содержанию суть другая. Поэтому мы себя определяем как русские мотоциклисты. Вы знаете, вот мы сейчас сидим в студии, но это не только студия, это еще и кабинет врачебного приема. Вот там на диванчике у меня каждый день сидят пациенты, которые приезжают ко мне на консультацию с разными проблемами. И мне от них очень часто приходится слышать, что вы знаете, доктор, вот есть вера, я понимаю, вот есть вера, а есть религия. Это вещи разные. Вот он говорит, я человек верующий, но мне религия не нужна. Мне не нужны никакие вот эти ритуалы, вот эти всякие чинопоследования. Мне это как-то неинтересно и даже как-то меня это отталкивает. А вот вера, это да, это я понимаю. Вот что вы можете сказать на это? Что это за убеждение такое? Знаете, с одной стороны, скажем так, простыми словами, что Бог невыразим. Но есть все, что Бог не есть материя. В Боге нет ни центра, нет ни права, ни лево, ни верха, ни низа, ни середины. Бог вездесущ, Бог в любом месте пребывает во всей полноте. Все, что тварно, ограничено формой. И каждое слово обозначает свой предмет. И мы говорим, да, уже сказали, что Бог невыразим. И как бы мы не пытались его описать, это невозможно. Невозможно безграничное выразить или описать ограниченными средствами. Но мы имеем, мы двухсоставные у нас есть душа, у нас есть тело. И человек только тогда является человеком, когда душа находится в теле. Когда души в теле нет, мы говорим, это труп или это покойник. И то, что оживотворяло, наполняло жизнь тела, мы тоже не называем это человеком, мы называем это душой. Но в деле поклонения не просто познание Бога, но следование за Богом нуждается как душа, так и тело. И поэтому нам всем нужна форма выражения. А она бывает разной. И у нас есть с вами прекрасные пословицы, которые это иллюстрируют. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. В одном монастыре одна форма выражения, в другом другая. Тебе не нравится это? А враг род человеческий, он очень изощрен. Говорит, да, тебе это не надо. Почему мы делаем это одна из форм утонченных форм богоборчества? Да, Спаситель говорит в беседе с самарянкой у колодца, что настанет время и настало уже, когда богу будут поклоняться в духе истине. И вот этим словоблудам задайте вопрос, пусть они покажут, как поклоняться богу в духе истине, если они это умеют. Не болтают, а просто покажут на своем личном примере, как поклоняться богу в духе истине. И не только расскажут, а покажут. Вот. И когда мы стремясь к богу душой, но у нас и тело тоже хочет стремиться к богу. И когда мы осуществляем поклонение душой, то и тело принимает в этом участие, в этом поклонении. Поэтому мы поклоняемся богу и душой, и телом, пока у нас душа в теле находится вместе. Поэтому, знаете, подвижники благочестия, вот, они не так часто болтали об этом. Они просто так жили. Покажи, как ты живешь. Не как ты заповеди исполняешь там, по принуждению, а покажи, что это по твоему естеству. Как Василий Великий пишет, что ты хвалишься добрыми делами? Ты понимаешь, если ты хвалишься добрыми делами, то ты как бы свидетельствуешь о том, или утверждаешь то, что ты делаешь что-то такое противоестественное, ты себе это ставишь заслугу. То есть, ты подразумеваешь под этими словами, что творение зла по твоему естеству. Нет, все наоборот. Зло противоестественно для человека. Так все-таки, Владыка, можно ли считать человека верующим, если он отвергает ритуальную сторону жизни и церковность и церковь как таковая? Я просто обращу внимание всех. Это житие Марии Египетской. Что читала? Что читала? В какой храм ходила? Почему ее помнят? А те, кто в храмы еще ходят, через месяц, через два уже забывают. Почему? Почему ее опыт духовной жизни нас до сих пор вдохновляет? У нас средоточие церковной жизни, это, конечно, божественная литургия. Алексей Евгеньевич, для тебя что божественная литургия? Каждое воскресенье алтарь. Это алтарник? Да. Это знакомо. Ну, божественная литургия, это, я могу только сказать одно, что любому человеку не нужно об этом пытаться думать. Можно об этом читать, есть хорошие работы, что такое божественная литургия. Сделать нужно очень просто. Каждое воскресенье, как штык в шуботу, естественно, на вечернюю, воскресенье как штык в храм, обязательно исповедь, обязательно покаяние, потому что исповедь и покаяние это разные вещи, выскрести себя, пошлифовать, поработать чуть-чуть над собой, причаститься к святых христовых тайн. Это вот часть твоего внимания, которая направлена в сердце. А другим глазом вводи и смотри, что в твоей жизни начнет происходить. И вот учредительный момент. Это у природы и у Бога все вовремя. Вот. Ну, всегда бывает ну, как-то со временем, да, и вот удивительный момент, как начинает настраиваться твоя жизнь. На работе, в семье, во взаимоотношениях с людьми. Все начинает управляться. Вот. Понять это невозможно. Ну, то есть проанализировать, это же не фишка такая, взял там, что-то, приклеил, прилепил к себе какой-то пластырь, у тебя начался там обмен какой-то. Такого нет. Это какая-то меняется твое духовное состояние, свойство, то есть ты получаешь некое свое, но другое, иное. И вокруг тебя все начинает преобразовываться. Пытаться, как-то пытаться понять это все умом, это чрезвычайно, может быть, даже и вредно, не болезно. Да, Владыка, на ваш вопрос можно еще вопросом, тоже вопрос задать. А что для вас земная пища? Да. вы питаете свое тело для того, чтобы иметь силы жить. Но мы уже сегодня говорили о том, что человек двух составим, мы свое тело питаем 3-4-5 раз в день тело. А как мы питаем свою душу? Божественная литургия, таинство, которое нам дал Бог, это пища духовная, которая нам дает внутренние духовные силы, чтобы мы противостояли этому, не этому, а падшему миру. Потому, что мир-то создан Богом, и как сказано в Библии, в книге Бытия, он все сотворил, все прекрасно зело. Мы своими грехами все извратили и развратили. Слушайте, а как вы думаете, вот у меня к вам обоим такой вопрос, может ли человек неверующий обрести веру в Христа, если он будет делать то, что делают те, кто уже в него верит? В апостольских посланиях есть краткие такие слова, но глубокие по содержанию. Кто вне закона зачат, тот вне закона и судится, а кто в законе зачат, тот по закону судится. Поэтому человек, который не знает Бога, он будет судиться по своему внутреннему устроению. Но, как говорят подвижники благочестия, они говорят, что общий человеческий закон написан в сердце всякого человека. Мы с вами ни в одной религии не прощем, чтобы воровали, убивали, насиловали. Нет, этого нет. Поэтому человек, который еще не познал Бога, о нем можно с одной стороны сожалеть, потому что он не столь силен в этом мире. И как спаситель говорит, без меня ничего не можете творить. Хотите попробовать, попробуйте. Что сотворили, что творит в мире безбожная власть? Разрушение. Развращение и разрушение. Вот дела рук безбожных властей. Ну, так все-таки может человек, не дожидаясь того, когда его Бог позовет, делать уже то, что делают те, кого Бог позвал, чтобы войти в живое общение с самим Богом. Как ты думаешь, Лиз? Как можно прийти к общению с Богом, не веря в Бога и без Бога? Для нас пример для всех это разбойник на кресте справа. Ну, вообще, если внимательно взять и попытаться дешифровать, что он сказал? Он сказал, помяни меня Господи, когда придешь во царствие А если вот взять и перевести с русского на русский, то получается, что он сказал меня там не будет. То есть, он обрел состояние понимания в самый последний момент у этой черты, за которое он был не только помилован, но и введен первым в это царство. Только вот наша задача жизненная на земле сподобится вот этого понимания внутреннего, такого колоссального недостоинства перед Богом. Отсюда, кстати, возникает и кротость, потому что кротость – это отношение к человеку, а смирение – это отношение перед Богом. То есть, вот это перекрестие – это технологическая установка для человека. ну а что он там делает, что он не делает, мне кажется, форма мало влияет на содержательную часть. Я знаете, почему спрашиваю? Потому что вот мои пациенты очень часто мне этот вопрос задают, когда об этом заходит речь, ведь для того, что такое зависимость, скажем, алкогольная, наркотическая, никотиновая зависимость, сейчас игровая, компьютерная зависимость, или, например, что такое невроз, когда у человека навязчивые страхи, панические атаки. Это утрата самообладания. И человек сам вернуть себе самообладание не может. Он себе его не давал. Вот моя психотерапия, она на этом основана. Я говорю, что вернуть человеку утраченное самообладание может только тот, кто ему его дал. Кто человека задумал, создал, у кого на человеке есть авторские права и коды доступа. Это Бог. Но для этого нужно выстроить с ним соответствующие отношения. И вот меня пациенты спрашивают, что мне делать, чтобы выстроить отношения с Богом, чтобы я стал верующим человеком. Есть такое слово, очень хорошее подвиг. Бог не может войти в человека, заполненную, в душу человека, заполненную самой собой. Вот чтобы себя подвинуть, вот, а для этого нужно приложить очень сильное усилие. Вот подвиг от слова подвинуть, то есть чтобы там было место Богу. Это делается через определенные усилия. Вот по-другому это никак не сделать, невозможно. Грех не только разращает, грех еще и поражает волю человеческую. то есть человек становится безвольным, поэтому воля подразумевает под собой еще и сила духа. Вот нужно эту силу приобретать. А сила, она с одной стороны в немощах совершается Божия сила, но от тебя нужно воле изъявления, от тебя нужно еще и желание. Он говорит, я вот не хочу, но чтобы было по-моему. Я еще, знаете, о чем хотел вас сегодня спросить. Вот у меня буквально вчера был прямой эфир, его организовал один известный у нас такой военный блогер, там присутствовал в качестве участника генерал Ивашов, и у нас там с ним возникла такая дискуссия. Вопрос был такой, возможно ли после того, что сейчас произошло между русским и украинским народом восстановление дружеских отношений, братских отношений в будущем? Я-то уверен в том, что это вполне возможно. А вот генерал-то со мной не согласен. Ну, а мы не согласны с генералом, потому что потому что то, что происходит сейчас в зоне специальной военной операции, это не противостояние одного народа с другим или того или иного государства, или того или иного государственного строя. мы говорим о том, что идет цивилизационная война. Во-первых, что значит дружественный или братский народ? Это один народ, это одно племя, только с разным мировоззрением. Понимаете? Это идет противостояние Бога с дьяволом. Представляете, какими ценностями они европейскими оперируют. Берем и говорим даже просто вопрос семьи. Если родители в Европе выступают против того, чтобы их детей с раннего возраста развращали, а тем более еще пол меняли, то, что их лишают родительских прав, их штрафуют, детей могут отобрать, а их могут в тюрьму посадить. Вот эти европейские ценности, эти европейские ценности были в народе, который жил у края, на окраине России, это были ценности да никогда. Украина вообще всегда считалась в России это люди глубоко верующие, с глубокими религиозными традициями. Нет, там идет цивилизационная война, и поэтому перед Богом-то давайте не забывать, перед Богом-то нет ни Елены, ни Иудеи. Царствие Божие наследуют люди не той или иной национальности, а того или иного внутреннего устроения, поэтому возобновление радости общения народов, оно, конечно, возможно. И мы, кстати, вот этот нынешний, нынешнюю нашу поездку мы назвали святыней России. А что мы под этим подразумеваем? То, что наше с вами государство и много национальное, и много конфессиональное. И опыт нашего государства свидетельствует о том, что до 17-го года в нашей империи, нашей империи не знало ни межрелигиозных, ни межнациональных конфликтов. А мотосообщество это срез нашего государства. Там тоже люди разного пола, разной национальности, разной веры и исповедания. И мы начали наше путешествие в этом году в храме Александра Невского. И возле его памятника он является символом России. Но святынь не только религиозные. Мы возложили венки памятникам воинам 1941-1945 года. Мы поехали на мемориальный комплекс и возложили цветы воинам, погибших в горячих точках. Поехали и пообщались, и побеседовали, обменялись мнением с представителями мусульманской общины, руководством мусульманской общины. Мы имеем возможность как в путешествии, вне зависимости, как мы сказали, от национальной конфессиональной принадлежности, мы всегда имеем возможность друг другу плечо подставить, помочь, и в сложной ситуации не бросить человека. Точно так же и в государстве. Что как можно в мотосовет, так и между государствами, такие же взаимоотношения между людьми разной национальности, разной конфессии, все это возможно, было бы желание. Было бы желание. Алексей Евгеньевич, что ты думаешь на эту тему? Благодаря чему станет возможным восстановление этого единства, о котором Владыка сейчас говорит? Ну, здесь я как социотехнолог могу ответить только. Ну, давай, как социотехнолог. Дело в том, что совместное переживание картины мира и образа будущего рождает вот эту притягательную силу и устремленность жизненную и дает жизненную энергию. Вот, и она сразу же соединяет людей. Не объединяет, а соединяет, что очень важно. Потому, что мы же сейчас объявили о многополярном мире, и Россия в лице руководства, которое заявило о многополярном мире, она же претендует быть центром этого многополярного мира, поскольку она выступила с этой инициативой. А поскольку политика внешняя и есть продолжение политики внутренней, то мы должны эту цветущую сложность сперва соорудить, образовать у себя и потом дать ей возможность выцвести, процвести наружу. Соответственно, это и будет нашей стратегией. Мне кажется, очень четко сформулировал, я, по-моему, уже говорил, в 2013 году, в сентябре месяце, Владимир Путин, там все написано, он говорит, что Россия всегда развивалась как государство-цивилизация, как цветущая сложность, скрепленная русским народом, русским языком, русской культурой, русской православной церковью и другими религиями мира. Точка. То есть, это концепция на тысячу лет, на самом деле. Поэтому нам только нужно прекратить смотреть в прошлое. Мы все время пытаемся выяснить, значит, кто лучше, кто хуже. И, в общем-то, поставлены в позицию идущих вперед с головой, повернутой назад. Нам необходимо начинать формировать наше будущее. Причем, вот как Владыка сказал, правильно, у нас сегодня идет на Украине противостояние цивилизационное двух картин мира одного народа. И в центре одной картины мира соответственно находится человек служения, в центре другой картины мира находится человек служебный. Вот. И эти атрибуты все видны этого корпоративного человека. А человек служения, то, что Владыка говорил, что преподобным Сергеем Радонежским и его учениками задумывалось государство как некий образ, как некое отражение Царства Небесного на земле. Соответственно, вот это вот единство внутреннее, духовное, оно же формируется через устремленность. Поэтому здесь нужна очень тонкая филигранная работа всех тех людей, которые призваны заниматься этими вещами. И самое главное, не через какие экономические модели. Ни через какие политические модели, ни через какие социальные модели это не достигается. Это достигается только на уровне Духа, потому что Дух творит себе форму. И этим должны заниматься специалисты, которые эти вопросы понимают и имеют различия. Знаете, меня что радует, казалось бы, откуда такая должна быть радость. Да, то, что происходит на территории специальной военной операции, это испытания. Но испытания показуют нам, какие мы, кто мы и с кем мы. И меня радует, что на нашей стороне люди, как мы уже сказали, разной национальности, разной конфессиональной принадлежности отстаивают и защищают общечеловеческие ценности. не только государство российское, а в мире. Мы прекрасно все понимаем, что мы обречены на победу, потому что если будет поражение, то в мире этому падшему миру, этому злу, который навязывается всем, больше ни единое государство сопротивляться не сможет. Еще у меня такой вопрос, который касается некоторых порядков таких, которые в некоторых приходах у нас заведены и очень часто, к сожалению, встречаются. Я вчера был на литургии в одном здесь у нас провинциальном городе, город Ревда, в Троицкой церкви, где настоятелем буквально вчера назначен новый батюшка, иеромонах. Он там уже служил, но его официально назначили. И вот он произносил такую речь, как уже настоятель прихода, и он говорит, дорогие братья и сестры, нам предстоит сейчас с вами очень серьезная кропотливая работа по восстановлению нашего храма, по налаживанию приходской жизни. У меня к вам большая просьба. Пожалуйста, никогда не делайте друг другу замечания в храме. если вы увидите, что кто-то пришел без платка, не трогайте эту женщину, пусть она проходит и делает, что хочет, она пришла к Богу. Если вы увидели, что кто-то пришел в брюках, а не в юбке, не трогайте этого человека. Он говорит, предоставьте это мне, я очень люблю делать замечания, я это сделал лучше вас. Владыка, я вспомнил ваш рассказ, когда вы приходили к нам на стоянке, о том, как вы вместе приехали в Оптину пустынь, и вы, видимо, были в этом же облачении. Помните это? Да, конечно. Уместно ли будет рассказать? Я думаю, что это некий соблазн, это временная ситуация, я думаю, она там изменится, но в этом направлении я расскажу, что многие вещи вот такого плана внешнего формы выражения или внешнего поведения я осознал всем своим естеством, это стало моим внутренним таким содержанием, это на Чукотке, когда 10 месяцев я параллельно с управлением Хабаровской епархии управлял еще и Чукоткой. Когда людей там, ну, Чукотку мы не проиграли, они не ушли в раскол, духовенство брал вот так вот, женщина придет в брюках, брала за шиворот и выводила из храма, я говорю, вы понимаете, как женщины ходить во время пурги? В чем? В юбке? Ну, у нее детей не будет, вот, поэтому есть традиция, подождите, а что нужно одевать в Африке? Опять мы говорим, вопрос-то не кто мы, а какие мы, понимаете? А если у народов, когда наоборот, а если в храм придет шотландец? Что с ним делать в нашем храме? понимаете, смешно, глупо уповать, думать о своем спасении через внешнюю форму выражения, через обрядовую сторону, не спасется человек, исполняя внешнюю форму, это как фарисей, я не то, что нет, я все делаю, все, вот что ты предписал, я все делаю, он все делал, но из храма вышел осужденным. Вот и все. Да. А я теперь можно, да? Да, конечно. Мне кажется, что нам нужно на приходах развивать общинную жизнь. А общинная жизнь сама урегулирует это все. Потому что вот то, с чем вы сталкиваетесь, на то, что вы увидели, то есть и то, что было отмечено, это свойственно такой регламентированной культуре. Ну, то есть есть регламент и все. А если есть культура с ее пульсирующей жизнью, то там община сама все наладит. То есть это такая вот саморегуляция произойдет. Община, вот мне в этом смысле очень нравится, как устроено все у протестантов. Ты только к ним попадаешь и все. Ты попадаешь в потрясающее обаяние, в какой-то хоровод, тебе все помогают, тебе все. Та же самая история кстати у мусульман. Ты приходишь, тебе все помогут, тебе все обеспечат, стройматериалы дадут, участок помогут, все. Они за счет этого держатся. Мы все атомизированы сегодня. Почему? Ну, вот какая-то с нами случилась беда. Вроде как все вместе, как горох в ведре. А раз, и пшик, и все разлетелись в разные стороны при любом испытании. А вот ты не заметил, что подобная атмосфера, вот как ты описал сейчас у протестантов, она встречается и в некоторых православных приходах. Я знаю парамосковских приходов, где вот прямо так, тебя прямо берут под белорученьки, заводят, рассказывают, спрашивают, кто ты, откуда, знакомят с другими людьми, кто они такие, чем занимаются, предлагают чем-то заниматься в приходской жизни и так далее. Но оказывается, что там есть какие-то диуретические уклонения у настоятеля этого храма. Я не буду сейчас говорить, какие именно это приходы. А вот там, где православие, такое чувство, что там кто-то очень заинтересован в том, чтобы люди разобщились. Какая-то действует такая, атомизирующая нас сила в наших православных приходах. У вас нет такого ощущения, Владыка? Где-то это есть, где-то этого нет. Все зависит от правильности духовной жизни. Понимаете, вот ту ситуацию, которую вы описывали, скажите, а они лучше-то от этого стали. Но форму они соблюли, а по внутреннему своему состоянию они лучше стали, а они ближе к Богу стали. я священникам всегда говорю, я говорю, и, понимаете, мы должны человека привести к Богу, а не к себе. Вот. На основе своего опыта тоже, опять-таки, говорим о чем, что путь тебе покажут, а пойдешь по нему ты сам. И спаситель, помните, когда уже перед крестными страданиями апостол говорит, господи, а что он-то рядом-то идет, тебе-то чего, ты по мне гряди. Мы тут, вот в этом плане, мы тут за себя отвечаем, не за те или иные приходы, а за себя. Поэтому, и Серафим Саровский, помните, даже говорил, да, спасись сам, вокруг тебя тысячи спасутся. Начни с себя. Вот. Сам таким не будь. Вот. Сам поступай искренне по сердцу. Возможно, это только при наличии своего личного непосредственного опыта. Вот. Потому что мы прекрасно с вами понимаем, если человек Бога не обрел, он другого ничем не обогатит. Он будет пытаться через форму что-то такое доносить до другого, но он от негорящей свечи ни одна свечка не загорится, а от горящей свечи тысячи загорятся, а плавя этой свечи не оскудеет. Спаситель говорит, исследуйте Писание. Не прочитайте, не толкование прочтите, а на своем личном опыте. Вот возьмите и познайте. Не как некоторые там богословы рассуждали, а сколько может там врага рода человеческого разместиться на одной, на кончике иголки. Познайте, изучайте лучше источник чистой воды. Господь говорит, а другие там говорят, а есть ли такое место, вот риторика начинается заниматься, а есть ли такое место, где вездесущему Богу места нет? Ну, как, нет, я говорю, есть, во всей вселенной есть, и их очень много, этих мест. Он сам это место и указал. Он сказал, злухудожную душу Бог не внидит. И поэтому, прежде чем о каких-то высоких материях рассуждать, возьми и обрети Бога. Очисть свое сердце для Него. Вот. И чтобы он вошел, говорит, слухухудожную душу Бог не внидит, а тот, кто приуготовил, он говорит, приду и обитель у Него сотворю. Вот, когда Он в тебе обитель сотворит, как апостол пишет, не я уже живу, а живет во мне Христос, когда ты это приобретешь, тогда тебе будет что сказать. И чем другого человека обогатить. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить наших сегодняшних гостей, я искренне рад знакомству с Владыкой Марком, мы с ним вот так впервые разговариваем, рад очередной нашей с тобой встрече, Алексей Евгеньевич, я вас сегодня смотрел, на вас слушал, мне хотелось сказать, говорит и показывает православие. Мы сегодня увидели наше родное православие в человеческом выражении, благодарю вас еще раз за то, что нашли время приехать к нам в студию, а с вами я прощаюсь, будьте здоровы и с Богом. Субтитры подогнал «Симон»!